Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Поделились опытом. Для островных хирургов-урологов провели мастер-класс по тонкой работе с внутренними органами. Большое плавание на Кунашире рыбоводы выпустили в море первую в этом году партию мальков-лосося. Молодь была выпущена садков, с рыбоводных садков, было выпущено озеро Лагуное. Равнение на асфальт в Углегорском районе латают проблемные дороги ямочным ремонтом. Хорошо, что что делают. А то ямы, то есть, ох, хоть латают, заплатки делают, и то дело. Столб пепла на километровую высоту выбросил вулкан Ибека на Пармушире. Черный шлейф, распространившийся в южном направлении, можно было заметить на расстоянии нескольких километров. По сообщениям Управления МЧС России по Сахалинской области, в Северокурильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода местные жители тоже не ощущали. Угрозы жизнедеятельности нет. Вулкан находится в северной части хребта Вернацкого. Напомню, ранее Ибека выкидывал столб пепла 15 мая. Его высота составила порядка 3000 метров. А на южных Курилах специалисты выпустили первую в этом году партию лосося. Прежде чем отправиться в плавание, малькам дали окрепную в специальных садках. Импровизированные ясли разместили в акватории озера Лагуны. А взращивание в естественной среде способствует быстрой адаптации молоди к непростым климатическим условиям. По мнению экспертов, конец мая самое благоприятное время для выпуска мальков за просторы лагуны. В прошлом году с первого выпуска был возврат, небольшой возврат, с небольшого выпуска. В количестве около 40 тонн в объеме мы взяли. И с этих 40 тонн взяли около 8,5 миллионов штук икринок собственного стада, заложили на инкубацию. Молодь планирует выпускать в несколько этапов. Последняя партия мальков отправится в море в конце июня. В этот период на предприятии планируют запастись новой партией икры. Для следующего поколения пополняют популяцию и на других южнокурильских предприятиях. Воспроизведением лососевых занимаются рыбоводы на юге и севере Кунашира. Новые проводники здоровья успешно сдали вступительный экзамен. Медицинскими администраторами стали еще 56 человек. Социальная программа на островах запущена по инициативе губернатора в рамках проекта «Забота, защита, уважение». Проводники помогают пациентам вовремя сдать анализы, записаться к врачу или пройти обследование. Когда обсуждали раньше какие-то вопросы с такими же администраторами, люди вставали и говорили, что такого-то лекарства нет и мы не можем найти. И мы его находили тут же, через час, через два, через несколько часов. Таких случаев были и приходят с этим, и мы находим. Самое главное – это понимание того, что любой вопрос для здоровья человека может быть решен очень и очень быстро. Для этого мы устраиваем эти встречи в очном формате, чтобы у нас у каждого проводника здоровья сформировалось понимание его роли в этом проекте, его больших полномочий и то, как он может помочь пациенту. Стать проводниками здоровья могут островитяне, достигшие 18-летнего возраста. Преимущество дают тем, кто имеет хроническое заболевание и на собственном опыте знает, как важно вовремя обратиться за помощью к врачу. Вопросы о контрактной службе смогли задать островитяне военному комиссару Южно-Сахалинской. Илья Аземеров провел встречу с потенциальными добровольцами. Военнослужащий, который вступит в ряды профессиональной армии, на срок не менее года получит широкий спектр социальных гарантий. В их числе, например, единовременная выплата до 200 тысяч рублей. Отпуск на 5 суток больше, чем на материке на Курилах, плюс 10 суток к отпуску дается. Плюс продовольственный паек военнослужащим положен, он рассчитывается на 30 суток. Также контрактнику помогут приобрести жилье за счет Минобороны. Кроме того, военнослужащие могут претендовать на бесплатное лечение, в том числе санаторно-курортное и на реабилитацию в военно-медицинских учреждениях. Предусмотрены и региональные меры поддержки, распространяющиеся и на членов семьи. К военной службе по контракту приглашают всех желающих граждан, достигших совершеннолетия. Сахалинские медики научились инвазивно дробить крупные камни в почках пациента. Новому подходу к оперативному вмешательству. Островных хирургов обучили специалисты из ведущих клиник страны. Ранее подобные манипуляции могли проводить только на материке. За первой такой операцией наблюдала наша съемочная группа. Встать и пойти домой сразу после операции. Теперь такая возможность появится у островных пациентов, которые страдают от болезни почек. Сахалинские хирурги-урологи изучили новый способ инвазивного вмешательства для дробления крупных камней. Первая такая операция в Южно-Сахалинске проходила под контролем специалистов из ведущих клиник страны. Подготовка, которая требуется в данном случае для такого рода операций, и это прописано в наших национальных клинических рекомендациях, заключается в том, что где-то за 7-14 дней пациенту устанавливается специальная трубочка в мочеточник, которая называется мочеточниковый стенд, для того, чтобы мочеточник расширился. С помощью специального лазера врачи делают маленький разрез и вводят в организм гибкие камеры. Весь процесс оперативного вмешательства транслируют на экран и специальные очки. Доктора уже делают такие операции, но с более мелкими конкрементами. Сейчас доктора, которые поделятся с нами опытом, покажут нам нюансы, левхаки, которые помогут нам в освоении данной методики для более крупных конкрементов. Практически все необходимое оборудование для операции на базе Сахалинской больницы есть. Не хватает только непосредственно гибких камер, их обещают закупить в ближайшее время. Пока же рабочий инструмент коллеги с материка привезли с собой. Эта методика набирает большую популярность среди урологических стационаров. Есть определенные технические сложности, которые у нас в большей степени всегда связаны с материальной составляющей. Это очень дорогостоящее оборудование. Подобные мастер-классы проводят на островах регулярно. Сахалинские медики постоянно совершенствуют свои навыки, перенимая опыт у коллег со всей России. Татьяна Барашкова, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. Изменения в законах, профилактика должны снизить число несчастных случаев на островных производствах. Этот и другие вопросы охраны труда обсудили на пленарном заседании в правительстве региона. Сегодня количество инцидентов на предприятиях Сахалинской области остается сравнительно низким. Законодательно у нас закреплена обязанность работодателя разрабатывать и принимать локальные нормативные акты по охране труда. И, конечно же, они должны приниматься у нас с учетом менее первичной профсоюзной организации или другого представительного органа работников, который образовывается в наших организациях. На охране труда экономить нельзя, потому что за каждым несчастным случаем стоят жизни людей. В ходе пленарного заседания также прошло награждение победителей призеров и участников областного осмотра конкурса охраны труда по итогам 2022 года. Почти три квадратных километра дорог успели избавить от дефектов в Углегорске. В соседнем Шахтерске ямочный ремонт обещают полностью завершить до 1 июня. Восстанавливают дорожное полотно и в селе Краснополье подробнее о планах и текущих работах в муниципалитете расскажут мои коллеги. В селе Краснополье ямочный ремонт кипит сразу на трех улицах – Советской, Юбилейной и Новой. Главную дорогу, ведущую к школе и сельскому клубу, наконец приведут в порядок. Отсыпка щебнем произведена. Планировка, уплотнение. Уложили уже нижний слой, пористый, порядка около 3000 квадратов. 13 съездов, большая площадка там около конторы бывшей. Сейчас приступили уже после проливки, завершающий – это верхний плотный слой. В дождь, грязь и лужи с этого участка расползались по всему селу. Местные жители надеются, что после ремонта эта проблема останется в прошлом. Конечно, довольны. Сейчас хоть по хорошей дороге пойдем. Сейчас хоть погуляем мы. А то идешь вот так вот по коленам в грязи. Гулять хоть будем. Хорошо, очень хорошо. Кипят работы по ямочному ремонту и на въезде в Шахтерск. Около 2500 квадратных метров подлежат восстановлению в этом году. Охватят улицы Мира, Ленина и Окружную. Постановят полотно на Сахалинской школьной перекрестке Ленина-Коммунистической. Хорошо, что что делают. А то ямы, то есть, ох, хоть латают, заплатки делают, и то делали. Машины меньше бьешь, намного. На улице Кузьменко ведут подготовительные работы, снимают верхнюю часть асфальта, а после начнут укладывать новое покрытие. На участках работают две бригады управления дорожно-транспортного хозяйства. В апреле провели обследование дорожного полотна. Выявили примерно, ориентировочно, 5200 квадратов, 284. Примерно, значит, 2700 – это в Углегорске, и получается 2400, ну, 2400 чем-то, это по Шахтерскому. В Углегорске, значит, закончили уже ямочный ремонт. В Углегорске уже закончили работы на улицах Победы, Приморской, Копасиной и Егорово. Сейчас дорожники наносят разметку методом холодного пластика. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Телекомпания ОТВ. Депутаты Сахалинской областной думы передали снаряжение военнослужащим Восточного военного округа. Бойцам вручили средства защиты от холода, а для пулеметчиков приготовили специальные подсумки. В них они смогут сложить ленты и магазины от ПКМ. Пулемет – вещь отличная, безотказный, очень хорошая модель. Мне очень даже понравился, к нему привык с первого раза. Мы максимально взаимодействуем, взаимодействуем с семьями мобилизованных. Вся областная дума, невзирая на активную принадлежность, получилась к этой работе. Для нас она очень важна. Мы изначально, с момента СВО поставили ее во главе угла и будем, конечно, ее продолжать. Планируем в ближайшее время опять посетить наших бойцов в зоне СВО. То есть работа системная, она уже налажена. Взаимодействуем с правительством Сахалинской области. Поэтому, конечно, получаем обратную связь. И обратная связь, к счастью, положительная. Помимо регулярных встреч с бойцами, на Сахалине депутаты выезжают на освобожденные территории Донбасса. Народные избранники привозят с собой посылки военнослужащим и собирают обратную связь от уроженцев странного региона. 4 июня спортсмены области примут участие в традиционном Сахалинском марафоне, где пройдет мероприятие и какие дистанции ожидают атлетов. Об этом нам рассказал директор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике ГОСТУДИИ. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как проходит подготовка к Сахалинскому марафону? Ну, Сахалинский марафон не за горами. 4 июня уже, поэтому все организаторы мероприятия, много оргкомитетов собираются, обсуждают, что-то дополняют. Ну, на самом деле, очень много вопросов, потому что большое количество участников собирается участвовать в этом забеге. Поэтому каждый день с утра до вечера только этим и занимаемся. Расскажите, насколько масштабным будет мероприятие и известны же участники? Участники известны, регистрация продолжается у нас. Напомню, что она проходит на сайте забег.рф. В эту информацию вы можете взять либо на Министерстве спорта сайте, либо на Центре спортивной подготовки Сахалинской области. Участников уже количество рекордное. Забег наш набирает порядка тысячи человек, уже 915 человек зарегистрировавших. Квот осталось немного бесплатных, потому что мероприятие изначально, оно ассоциируется платное, но Сахалинская область для тысячи человек, оно делает бесплатно. Поэтому все продолжается, все идет и надеемся, что люди будут довольны организацией этого забега. Какой пакет документов необходимо предоставить для забега? Стандартный. Как всегда, на физкультурных мероприятиях у нас обязательно это справка о состоянии здоровья, которую можно получить в любом медицинском учреждении по прописке, либо физкультурном диспансере и обязательно страховку с собой. И все, и регистрируйтесь от мала до велика. Сахалинский марафон – традиционное мероприятие. Какие-то изменения в этом году ожидают участников? Вы знаете, марафон действительно уже стал традицией, нас это радует. У нас таких два крупных забега в год. Это забег в ОТРФ, мы его назвали, Сахалинский марафон, и Кросснации. Это традиционные забеги, где действительно это массовость, это люди приходят, которые любят бегать, любители, профессионалы. По самому забегу, по самим дистанциям изменений нет, сюрпризов не делаем. То есть для деток у нас предусмотрено 500 метров, 1000 метров, и уже для более возрастных людей 5000, 10 метров и 21 километр. Поэтому здесь сюрпризов не будет. Естественно, каждый год на любом физкультурном мероприятии мы пытаемся сделать площадку красивую, открытие, чтобы было интересно, кто придет поболеть, не только участников, кто побежит, а естественно они приедут с семьями, и чтобы с детьми, и чтобы детям было интересно. Но там сюрпризы ожидаются, там изменения, конечно, мы стараемся все новое и новое что-то сделать, чтобы было интересно. Ну если можно подробнее, что ожидает участников помимо соревновательной части? Будут замечательные спортивные площадки, будет у нас брейк-данс танцевать, будут разыгрываться призы различные, ну детские, естественно, чтобы дети поучаствовали. Будет концертная программа, стоять красивая, шикарная сцена, будет выступать группа, которая будет от начала до конца марафона, будет играть хорошую, живую, красивую музыку. Когда начнется выдача стартовых пакетов для участников? Стартовые пакеты у нас начинаются с 29 мая. Всех приглашаем, всех зовем, потому что немножко мы затянули. Логистика нас подвела, приходите, получайте с 29 по 2 июня. Замечательный стартовый пакет, кстати, это мешок Забег РФ, это футболка Забег РФ, ну и чип, который будет фиксировать ваш результат. Ну мы знаем, что Забег пройдет в этом году не только в Южно-Сахалинске, к нам присоединяются Курильские острова, расскажите подробнее об этом. Ой, мы этому очень рады, что Курильск с нами на самом деле, мы всех муниципальные районы приглашаем всегда. Но вот в этом году Курильск впервые присоединился, также сделали они регистрацию, также можно зарегистрироваться на Забег РФ в сайте и зайти туда. Ну там квота небольшая, то есть народу соберется где-то порядка 200 человек, но побегут с удовольствием. Также 4 июня, начало у них мероприятий в 16.30, поэтому тоже гостей Курильска приглашаем, гостей и жителей Курильска приглашаем принять в этом Забеге участие. Скажите, какие особенности проведения мероприятия в этом году, о безопасности мероприятий подробнее расскажите. Ну сейчас, да, ужесточились требования, действительно, как бы, и организаторы, но сейчас мы все возможное делаем. Так, например, вот сейчас на трассе это действительно впервые, то есть у нас сотрудники ОМВД, ГИБДД, конечно же, поддерживают всегда Росгвардии, но сейчас вот мы, например, обучены к специальною людей, которые у нас работают, ну они волонтерские считается штат, но порядка на трассе 130 человек будут впервые тоже стоять в красивых и желтых жилетках, именно для безопасности, и для того, чтобы ни в коем случае ничего не случилось, чтобы участникам в первую очередь не помешали бежать. Расскажите подробнее, как будут перекрыты дороги. Мероприятие сделали в воскресенье, чтобы максимально удобно людям было, все-таки считаем, что воскресенье. Начинается перекрытие дорог с 15.00, это от «Россия. Моя история» будет перекрыта дорога, до больничной с 15.00. Планируем мероприятие до 20.00, но обычно оно заканчивается раньше. Алексей Юрьевич, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Это еще не все новости выпуска, смотрите далее. Забота и участие в реабилитационном центре преодоления появился родительский клуб поддержки. Мастер-классы по гончарному мастерству, арт-терапия, снятие эмоционального напряжения в сенсорной комнате. Шиповка юных, начались областные соревнования по легкоатлетическому четырекборью. Мне кажется, все было отлично, я прибежала хорошо. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка, и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Компенсация затрат сельхозпредприятиям и предприятиям пищевой промышленности. Компенсация затрат ИП и юридическим лицам. Льгота по транспортному налогу 50%. Также существенные меры поддержки развития газозаправочной инфраструктуры и сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо. Сортируя отходы, вы уменьшаете общее количество мусора, который вывозят на полигоны. Начните с пластиковых бутылок, постепенно добавляя стеклянную, алюминиевую и жестяную тару. Разделив пластик, стекло и металл, вы легко уменьшите объемы отходов в вашей квартире. Емкости перед отправкой в мусорное ведро нужно сполоснуть, так вы избавитесь от неприятного запаха. Не все виды пластика идут в переработку. В Сахалинской области пока только собирают два типа пластика с маркировкой 1 и 2. Потребляйте разумно, откажитесь от пакетов и пластиковых одноразовых упаковок. Тем самым вместе мы сохраним наши острова зелеными. Больше полусотни картин представили в новой художественной галерее областного центра. Экспозицию открыли в одном из торговых центров города. На первой выставке свои работы представили 36 авторов, как любители, так и профессиональные живописцы. На открытии побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона назвал Южно-Сахалинск культурной столицей Дальнего Востока. Вот то, что мы с вами задумали здесь буквально 2-3 недели назад и сделали, это, конечно, радует. Но это только начало. Ждем ваших произведений, уважаемые художники. Рады вас видеть. Поздравляю с праздником. Я очень рада, что у нас наконец-то открылась галерея. Мы стали больше похожи на цивилизованный город, в котором искусство развивается и идет, как говорится, к людям навстречу. Это очень радует. Помимо галереи художникам также выделили помещение для работы и проведение мастер-классов в торговом центре. Обновлять экспозицию обещают регулярно. Она открыта для всех желающих на втором этаже комплекса. В областном реабилитационном центре преодоления организовали родительский клуб поддержки. Пока дети с ограниченными возможностями здоровья находятся на занятиях, педагоги проводят работу с их мамами и папами. Делятся полезными знаниями. На одном из таких уроков в гончарной мастерской побывал наш корреспондент Игорь Антипов. Пока дети под присмотром, родители сами спешат на очередной урок. Им тоже необходима психологическая разгрузка и новые полезные навыки. Зачастую бывает, что поставили диагноз, сказали о нарушениях, но не говорят, как с этим быть дальше. И родители 24 на 7, находясь в таком состоянии, живя с детьми, просто элементарно устают и забывают про себя. Развивать творческие способности и обрести внутреннюю гармонию, например, удается в гончарной мастерской. Здесь есть необходимый инвентарь и печь для обжига глиняных изделий и керамики. Раньше, когда еще не изобрели гончарные круги, а гончарному кругу уже несколько тысяч лет, люди изготавливали посуду двумя способами. Первый был это коновый, я вам сейчас кратко его покажу. Когда делали вот такой вот комочек, в нем ямка, и начинали вот так вот постепенно расширять. Такие же детали преподаватель Валентина Крушанова обычно раскрывает и их детям, чтобы вся семья смогла открыть в себе новые грани. У меня была мамочка с Курил, которая решила этим заниматься профессионально. Она в своем городе захотела открыть гончарную мастерскую, а для них вообще это все в новинку. Анна Проварчук приехала с сыном Костей из Паранайска. Живут здесь же, в стационаре. У мальчика задержка развития речи и расстройство аутического спектра. Динамика положительная, да, ребенку здесь очень помогают, ему здесь очень нравится. Он сам у меня даже сюда просится, сам собирает вещи, говорит, поехали в Южный центр. У холмчанки Сталины Щербухи и ее сына Глеба похожая ситуация. Не отчаиваются, проходят сложный путь вместе. Реабилитация ему идет на пользу. Посещаем, стараемся по возможности два-три раза в год. Нас принимают с удовольствием, ждут нас здесь всегда. А еще в родительском клубе занимаются фитнесом, посещают сенсорную комнату, ведут просветительскую деятельность, чтобы в итоге улучшить взаимодействие родителей с собственным ребенком. Игорь Антипов, Дмитрий Синдяков, телекомпания ОТВ. Как прошел последний звонок в Южно-Сахалинске и с каким настроением выпускники начинают с дачи ЮГЭ? Об этом в свежем выпуске своим читателям расскажут корреспонденты газеты «Губернские ведомости». Также в новом номере издания выйдет статья об уникальном природном памятнике Стародубские в Дубнике. 40 лет назад очень многие такие места у нас природные получили статус особо охраняемой природной территории. То есть в этом году юбилей этого события отмечают многие из них. Например, останется лягушка, вулкан Менделеева. И среди них и Стародубские дубники. Мы очень много узнали об этом месте удивительном и рассказали в статье, поделились с читателями. А еще в еженедельнике осветили первую весеннюю сельскохозяйственную ярмарку в областном центре. Что смогли там купить дачники и огородники, узнаете в главном печатном издании Сахалинской области. Новый номер газеты «Губернские ведомости» уже в продаже. Региональные соревнования по легкоатлетическому «Четырехборье» и «Шиповка юных» стартовали на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске. В них участвуют больше сотни ребят из шести районов острова. Спортсмены ведут спор за путевки на всероссийские состязания. Кто и как выкладывается, узнаете в нашем следующем материале. Когда мы слышим команду «Марш», быстро выбегаем. Первые движения активно делаем и руками, и ногами. Ножки выставляем вперед. На путствие перед забегами на 60 метров. У девчонок их 11, у мальчишек на один меньше. В каждом определяют сильнейшего, и только затем, по наилучшему времени, формируют тройки призеров. Эти дети уже занимались порядка кто-то год, кто-то два, может кто-то три. У всех будет разный свой багаж. Но они все умеют бегать. И бегать не просто, а учились быстро бегать с низкого старта. Быстро начинать и быстро заканчивать – вот основная тактика на короткой дистанции. 60-метровку за 9,28 секунды победно завершает воспитанница тренера Марины Чим Ярослава Капелюх. За ней с минимальным отставанием закрепляются Таисия Мягкова и Юлия Коломеец. Все обладательницы первого юношеского разряда из Южно-Сахалинска. В прошлый раз у меня было 9,26, но 9,28 – тоже хороший результат. А где потеряла, как считаешь? Да не знаю, честно, я не знаю. Но мне кажется, все было отлично, я пробежала хорошо. Ну, может быть, как-то случайно семья, папа почти мастер спорта по легкой атлетике. Я хотела продолжить свою спортивную секцию. И также мой брат тоже занимается этим. А среди юношей 60 метров за 9,45 пробегает подопечный Олега Попова – Евгений Шиповалов. Серебро у Вадима Кабанова, бронзу добыл Дмитрий Ким. Все также из столицы области, пока безразрядники. Прыжки в длину с разбега. Категория 10-11 лет. Девчонки должны улетать за 3,5 метра. А у мальчишек этот норматив на 50 сантиметров ниже. Все дело в том, что воительницы этого возраста гораздо сильнее и техничнее. Ну, а у парней все еще впереди. Отведены три зачетных попытки. В одной из них на отметке 3 метра 46 сантиметров приземляется южно-схолинец Иван Баршош. Но начинающий легкоатлет впоследствии оказывается на третьем месте. Надо разбежаться и прыгнуть и вытянуть руки вперед. А вот по сравнению с другими видами легкоатлетики прыжки, они сложнее или нет? Мне-то кажется, чуть посложнее. Самым прыгучим среди сильного пола оказывается Артем Лайков из Паранайска. Его лучший результат составил 3 метра 60 сантиметров. Девчонкам предстоит показать себя в данной дисциплине в пятницу. Кроме того, сегодня ребята метали снаряд весом 240 граммов, определили лучших в эстафетах. Игорь Антипов, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Ну, а я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Ну, а я прощаюсь с вами, всего доброго и до встречи. Воспитанных в традициях единства. Мы жители многонациональной Сахалинской области. Мы наследие истории, дружбы и любви к родине. Мы сохраним и передадим это наследие своим детям. Мы одна семья, одна область, одно целое. Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь. Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка... Моих рук дел. ...повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру. Начни лето в движении. Участвуй в массовом сахалинском забеге всей семьей. Мы ждем всех любителей бега в возрасте от 5 лет и старше. Дистанции 500, 1000 метров, а также 5, 10 и 21 километр. 4 июня 16.00. Территория исторического парка «Россия. Моя история». Регистрация стартует 17 апреля и продлится до 2 июня. Подробности на сайте rushrunning.com. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова